Аким Семей Ермак Салимов встретился с предпринимателями города, которые обратились к нему со своими проблемными вопросами. Городоначальник не только выслушал горожан, но и оказал поддержку их бизнесу. Жительнице города Гульжамал Егизековой, которая уже долгое время занимается малым и средним бизнесом, было бесплатно выделено 10 соток земли. Подробности в следующем видеоматериале. Гульжамал Егизекова владелица комплекса Кирюен, который расположен в районе Желоман по Алматинской трассе. Уже на протяжении долгого времени в кемпинге работают кафе, баня и гостиницы. Это удобно для тех, кто выезжает в дальнюю дорогу, говорит предпринимательница. Однако здесь нет парковочной зоны. Как выяснилось, изначально предпринимательница начала возводить двухэтажный дом неподалеку от автомагистрали. В 2014 году, когда был утвержден генеральный план города, прежняя местная исполнительная власть остановила строительство и перенесла его на то место, где сейчас расположен кемпинг, так как оно создавало аварийную ситуацию. Для того, чтобы предоставить удобство населению, предпринимательница просит вернуть прежнюю землю для того, чтобы построить парковку. Но так как здесь нельзя вести строительство, в просьбе женщине вернуть именно эту землю отказано. Согласно проекту детальной планировки, утвержденной в 2014 году, данный земельный участок находится в полосе отвода автомобильной дороги, республиканского значения, первой категории, направления ОМАТА. Полоса отвода автомобильной дороги составляет 35 метров от центра и примерно проходит в этом месте. Далее идет уже придорожная полоса 50 метров. На этой полосе отвода автомобильной дороги заключено строительство, кроме обстановки знаков сервиса. Когда она узнала, что кемпинг расположен неправильно и его необходимо убрать из-за того, что он создает неудобства, предпринимательница обратилась за помощью к Акиму на его отчетных встречах. После чего была приглашена на прием. Для того, чтобы лично разобраться в сложившейся ситуации, Ермак Бедахметович вместе с руководителями отделов земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также представителями общественного совета посетили данный объект. Зачем тогда мне землю давали? Столько я ходила, пробежку делала. Значит, вот это планировка архитектурная. Три миллиона раз взяла, миллион два взяла. Я отдавала уже 7 миллионов 800. Для чего я это взяла? Верните. Для чего я это взяла? Потому что я хотела, чтобы моя семья, вот это мой дом, это мой муж построил, для того, чтобы я жила, и у меня какой-то бизнес, и какая-то работа у меня была. И чтобы мы существовали, у меня трое сыновей. А когда мой муж умер, у меня всего 4-летний сын остался на руках. Я хочу вам помочь. Это хорошо, что вы мне хотите помочь. Не только вам я хочу помочь. Я всем хочу помогать. Я обязан это делать. Это ваша работа. Это моя работа, да. Понимаете? Но я должен делать все в правовом поле. Это тоже вы понимаете, да? Понимаю. Незнание законов никого не освобождает. Я вам в два раза больше хочу земли дать. Без конкурса, без ничего. По закону. Закон позволяет. Менеки. Вот она, земля. Вот ваша запрашиваемая земля. А в два раза больше хотим вам дать землю. Завтра решение вынесено. Разобравшись о сложившейся ситуации, градоначальник рассказал, что в ближайшее время планируется благоустройство района Жоломан. Поэтому Аким предложил предпринимательнице построить парковочную зону рядом с кемпингом. Для этого ей выделяется 10 соток земли бесплатно. Благоустройство здесь делаете красивое. Люди отсюда вышли, сюда сели. Шатера, которые вот на этих дизелях сюда сели, здесь вот красивая беседка там. Это сети чьи все? Это все государственные? Государственные. Государственные. Это низковато. Выноса не будет здесь никакого? Ничего? Я нам не достану. Кто она? Камаз не достану? Не, не, не. Вот это надо будет переносить. Не, вот это не достану. Выступала, что земля мне не принадлежит, что я 8 лет хожу в гонениях. Сегодня пришли к мнению, что они мне дали не только 5 соток земли, а в обмен дали 10 соток земли безвозмездно. Спасибо нашим органам. Спасибо, чтобы в дальнейшем все такие трудности были позади у всех бизнесменов, чтобы наш город процветал, чтобы люди, которые хотели работать, была возможность работать и заслужили большое внимание со стороны управляющих органов. Предпринимательница Гуджамал Егизека, выразив благодарность городоначальнику, поделилась своими планами на будущее. Я все здесь благоустрою. Подумайте сами, скольким людям можно предоставить работу. Я хочу, чтобы мои земляки видели и пользовались этими удобствами. Моя цель – трудиться на благо народа. Ведь в единстве наша сила. Жители района, услышав весть о том, что Аким города посетил Жуламан, подняли вопрос отсутствия аптеки, которая остро стоит уже на протяжении нескольких лет. Для того, чтобы открыть аптеку, существуют свои нормативы. Нужна земля под аптеку, заинтересованные предприниматели. Если есть таковые, пожалуйста, вот так же обратитесь к нам, мы поможем. Данный вопрос Аким поручил решить руководителю отдела земельных отношений и отметил, что будет держать его под своим личным контролем. Также Ермак Салимов отметил, что готов помочь предпринимателям в развитии малого и среднего бизнеса в городе, трудоустройстве и самозанятости населения. Бахатгуль Казецкая, Рад Кужахметов, Телеканал Семей. Редактор субтитров А.Семкин